всем добрый вечер вы смотрите и слушайте титука на идет канал живой в гости у микрофона я лиза не кина эта программа цена вопроса сергея малика сашенко здравствуйте добрый вечер ли здравствуйте зрительность здравствуйте слушатели у меня для вас одни сплошные плохие новости ну правда что ли ни одной хорошей вы смотрите вот у меня сразу есть хорошая новость вам можно было не выходить сегодня на работу то есть работать удаленно это уже хорошая новость между прочим скоро это будет плохой новостью скоро нельзя будет работать удаленно как сказал клише внесут законно проект госдуму и в общем то все прикроется лавочка на правда там это должно касаться каких-то определенных профессий в клише спика решил не говорить каких именно сохранить немножко интригу но вот мы с вами возможно больше не сможем удаленно вести эфиры но я-то точно смогу потому что я никаких денег за свои эфиры не получаю поэтому это нельзя считать работой мы с вами просто ведем дружескую беседу правда а дружескую беседу на количество людей да слушайте может быть людям интересно подслушивать о чем мы с вами здесь калякаем но вы есть же люди любопытные некоторые в замочную скважину подглядывают некоторые готовы к соседу под одеяло заглянуть но слушать у каждого есть свои интересы правда владимир владимирович он чем только не интересуется всякий не пойми чем у него голова занята вместо того чтобы о будущем страны подумать но если серьезно зачем нужен этот законопроект давайте начнем с того почему мне кажется что решение о или там идея по и такого законопроекта она является отражением страха и тревоги в отношении того что происходит в россии после объявления мобили особенно мобилизации потому что ну собственно первая волна антивоенных и антивоенного отъезда она наверное ожидалось и я думаю что в какой-то мере кремль даже был рад этому да что все кто вы хотели открыто выступить против войны все кто хотели открыто выступить против агрессивной политики путина они взяли уехали чем меньше оппонентов тем легче жить вот а вторая волна мобилизации она оказала и 2 волна миграции связанные с мобилизацией она видимо для кремля оказалась неожиданной потому что вместо того чтобы увидеть проявление всенародной любви да да а чего так удивлять они же думали что толпы желающих рванут на мобилизационные пункты там выстроиться дикие очереди еще они смогут отбирать этого берем этого не берем так того чтобы а что случилось да да тут они не то что их там пришлось отлавливать по заколоком так тут еще несколько сотен тысяч человек просто свалили за границу причем очевидно что это люди которые ну как минимум политические не противники да то есть они нормально прожили предыдущие там 6-7 месяцев в общем как-то не проявляли своих забот тревог возмущений а тут они просто скажем мы не хотим быть пушечным мясом нам наплевать на то чего хочет президент нам наплевать на его геополитические там болезни мил фобии так далее мы хотим жить да вот вообще говоря право человека на жизнь но священно я не как на самом деле заявление что мы хотим жить и вот это я понимаю подозреваю что для кремля является появилась большой неожиданностью и в общем люди то они там сидят не глупые они сволочи и у них мозги думают возвращенном направлении но в принципе они понимают там дважды 24 они это хорошо знают и понимая что если этот процесс будет продолжаться то там действительно там в экономии экономика и так находится в не очень хорошем состоянии хотя ростат прилагать все усилия чтобы нарисовать ее картину пппп при украшивании да вот и соответственно для того чтобы людям сделать жизнь за границей менее комфортабельной чтобы россии те люди которые не которые хотят жить да вот сенатор клише он же понимает что ему на фронт точно не придется ехать так же как это дмитрий рогозин а потому что в окоп не спрячется вот и соответственно люди которые хотят жить в отличие от сенатора клише они хотят уехать подальше и вот для того чтобы они ну как цена вопроса для них цена отъезда должна быть максимально высокой то есть хочешь уехать ну значит вот тебе получай этом лучше называется объяснение почему а вторая тема вопрос зачем мне кажется что это она лежит немножечко в другой плоскости потому что вся идеология и все лозунги вся все внутриполитическое мировоззрение владимира путина и всей окружающей его группы людей она заточена на то что в стране есть свои есть чужие есть пятая колонна есть враги есть национал предатели и вот те люди которые уехали из страны в это тяжелое время когда все как один должны сплотиться и когда дубина народной войны должна погнать кого-то из кремля вот в этот момент то что несколько сотен тысяч человек свалили куда-то там да вот соответственно это их напрягает это не свои это чужие напрягает в экономическом смысле или в идеологическом в идеологическом вот про экономический мы поговорили так проэкономически это зачем чтобы людям вот ну чтобы они сто раз подумали уезжать и не уезжайте рабочие силы а здесь идеологически здесь это вот деление людей на своих чужих на первый и второй сорт и и вот и там собственно говоря меня опять не могу сказать что меня это сильно удивило да но когда андрей клишес который сенатор до который является председателем комитета совета федерации по конституционному законодательству объявляет закон как проект который прямо противоречит там статье 19 конституции которая говорит что граждане россии имеют равные права независимо от места жительства то есть соответственно это и есть разделение людей россиян на своих и чужих на своих и врагов и вот это что называется продолжение такой идеологической линии что вы уехавшие вы знаете что вы являетесь меньшинством а раз мы являемся большинством мы имеем право вас гнобить мы имеем право вас как навального сажать в шизо или так объявлять выговор за то что он честно и откровенно назвал это самое да использовал ту же самую лексику что используют надзиратели но у меня такой вопрос почему нельзя было сделать это иначе почему нельзя было ввести какие-то ограничения на работу за рубежом именно на время из-за рубежа в российских компаниях а нужно было вводить ограничение на удаленку все-таки здесь огромное количество людей именно в россии особенно в среде айтишников и так далее работают удаленные вряд ли это понравится им ну а как как на они же там год назад на самом деле чуть больше не помню сейчас точно вот во время к вида это же было предпринимое проведено как такое дико либерализация трудового кодекса всех трудовых отношений когда пробили удаленку еще тогда считал что это прогрессивная мера что нам помогает бороться с к видом что она облегчает условия труда ну и вот тут выясняется что оказывается ушлые россияне как всегда использовали закон не по назначению они думали что там все будут ковать щит родина оборонную там мощь поднимательку чем там можно еще делать задвигать вот россияне стали использовать правила трудового кодекса норма трудового кодекса своих корыстных интересах но это потерпеть нельзя поэтому а вот уволить их тоже нельзя потому что опять мы же не знаем какие сектора будут затронуты какие должности где кому будет запрещено на работать на удаленке там будет ли запрещено работать госчиновником на удаленке а если начнется очередная волна к вида да а будет ли запрещено работать тем кто на оборонных предприятиях там инженером и конструктором ну не знаю да ну и так далее вот поэтому мне кажется что они сейчас сами будут судорожно думать какие какой перечень профессии но будут пытаться вот совместить ежа и уже ладно хорошо буду рынке мы поговорили новую точку я хотела и начать с печальных ужасных новостей не будет ежегодный пресс-конференции путина так может это их раз его всему послание это же ужасно не было прямой линии президента и самое страшное путин в этом году не планируют участвовать в хоккейном матче на красной площади вот эта трагедия вот 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 эта трагедия вот все первые три новости я считаю что они мало затронут подавляющее число россиян ну то есть нет конечно есть несколько десятков через счастливчиков которые ежегодно из рук президента получали то ремонт сортиран стоящего на улице то девочка получал какой-нибудь новогодний подарок то еще очень такое да то неожиданно тепло в домах и свет домах по мгновению волшебной палочки владимира ну да ну вот но собственно говоря вот есть несколько десятков счастливчиков которых ежегодно такая благодать с небес сходила на в принципе всем остальным ну это как то вот уже и я думаю что и не интересно надо на самом деле можно опросить там не знаю попросить какую-нибудь социологическую службу провести опрос а знаете ли вы что в этом году не было пресс-конференции владимира путина и когда была последняя пресс-конференция владимира путина мы узнаем что вообще было три месяца назад потому что по-моему единственный персонаж политический персонаж который в россии нисходит с экранов телевизоров это владимир путин да то есть вот его на телевизоре в таком количестве что понять где это пресс-конференция где не пресс-конференция очень сложно вот да вот а вот то что он не будет участвовать хоккейном матче ну это вот конечно понимаете большая большая потеря для мирового спорта для всего олимпийского движения и месси с роналдо и там не знаю вместе с овечкиным отдыхают но им такой же никогда в жизни для них такого не устроит а вот здесь вот эти вот было естественно был такой праздник народный весь народ собрался был телевизор осмотрел как владимир путин забивает очередные 10 голов ворота вратаря который так своевременно сдвигается в сторону сделав так что промахнуться было просто невозможно но если вдруг промахнется то вратарь клюшкой быстренько подправить шайбу но там же все так это красиво и просто все замечательно все чувствуют как у нас крутой президент как он лихо забрасывает шайбы вот спаса фетисова от которого мы просто там увернуться невозможно то есть фетисов так посылает шайбу что путин при всем желании не может от нее вернуться вот и такой цирковое зрелище нас лишили вот это конечно вот это очень плохая новость я правда считаю что она все новогодние праздники испортит нам действительно ли на людей еще работает этот прием когда президент во что-то играет на ком-то едет куда-то плывет да конечно работает лиза конечно работает потому что это облик здорового человека который занимается спортом в отличие от подавляющего большинства российских мужчин его возраста ну и там лет на 10 может даже на 20 помоложе и там российские женщины особенно в таких малых городах сельской местности у которых там мужья возможно никогда в жизни спортом и не занимались они смотрят на этого крепкого человека который лихо машет клюшкой а это крутой у нас президент мощный и все комментарии о том его плохом состоянии здоровья о том что он вот-вот откинет конькин в смысле не хоккей на таком фигуральном выражении да что он критически болен что смертельно что через два месяца ну в крайнем случае через три но уж если не через три то через два года вот ну конечно в сети слухи они тут же перед клевещут что называется да и конечно построению образа президента который является здоровым сильным крепким и уверенно держит штурвал в своих руках и показывает что не заменишь ну послушайте вот играют две хоккейные команды да вот одна пыжица 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 и сбивает сопернику семь голов а в другой команде есть такой вот центр форвард который вот раз и десять забил не говоря уж там что вся остальная команда еще что 5 навтыкала ну вот ну его же нельзя никем заменить ну понимаете тут как взять из сборной аргентины месси выкинуть и еще это будет за команды вот ну то же самое здесь нет это конечно абсолютно целенаправленный облик поэтому я всерьез говорю что для кремлевской пропаганды это такая большая потеря будет тогда почему почему не едет ладно он пресс-конференцию отменил на почему на коньки не залез я думаю что куража нету не знаете вот все таки для того чтобы играть в хоккей для того чтобы расслабиться и получить удовольствие нужно в общем как то чтобы тебя мозги были заняты ну как освободить их ведь вот невозможно там спортом заниматься на невозможно там в спортивной игре участвовать будь то хоккей там футбол сквош волейбол гольф вот как только у тебя голова занимается чем-то другим да то ты как-то вот из спорта вылетаешь это и клюшка не туда летит и мячик никто отскакивает и шайба неожиданно в челюсть может попасть вот и конечно это говорит о том что путину некомфортно путину некомфортно также как и сенатору клишесу также как этом автором этих всех законопроектов они понимают что ситуация не такая благополучная и ситуация не такая комфортная и голова болит ну явно не а хоккей может быть он и хотел забросить 10 шаг или даже 11 но настроение не то приходится отказываться даже от любимых затей но но у меня есть у меня есть одно предложение вот я думаю что если президент макрон позвонит владимиру путину вот в то время когда будет идти матч хоккейной лиги то путин для того чтобы закончить этот разговор скажешь слушай мне нужно в хоккей пойти поиграть и глядишь появится на хоккейной площадке поэтому вот я думаю что над этим нужно очень хорошо подумать и использовать дипломатические каналы а все-таки насчет обращения федеральному собранию но здесь это все-таки нежелание и не какой-то кураж это обязанность почему от этого тоже отказались ну во первых кто вам сказал что отказался вот осталось полмесяца когда он это собирается проводить ну как сказал кто нас кто но сказал что Download pro что тут же самый клише сказал даже зачем вам нужно указ если у вас есть слово президента и здесь он как раз вот это по поводу этого федерального посла послания федеральному собранию тот же самый клише сказал а президент сам решает когда он хочет вы хочет произнести сейчас может по своему календарю живет а может он уже давно федеральное собрание послал далеко и куда и русский военный корабль и поэтому в общем чё к нему обращаться если он лежит на дне вот опять настроение нет лиз понимаете вот говорить в там 125 раз деноцификации и целях специальной военной операции об освобождении братских народов вот как-то уже понимаю что не вяжется я обойти страной совсем вот говорить на какие-то другие темы не не говорят нам про войну не говоря про экономические трудности не говоря про изоляцию российской экономики вот о чем еще сейчас можно говорить то ведь вы смотрите новостную повестку дня это вообще ничего не происходит и вот в этой ситуации я думаю что у путина вот опять так же как и с хоккеем все-таки нужен кураж до куража нету и это заметно это заметно что вот все эти дежурные появления под телекамеры они очень не вызывают у него особого приступа энтузиазма вот если бы вот если бы вместо федерального собрания путину обратиться не знаю там знаете как это собрать со всех российских областей там эту самую молодежную команду по женской спортивной гимнастики а еще лучше по художественной и вот их собрать человек 250 а еще сколько 450 плюс 180 вот человек шестой синхронное плавание и синхронное плавание добавить вот я думаю здесь бы у путина глаза загорелись бы и он бы с радостью выступил перед таким собранием и рассказал бы много чего интересного а вот перед этими всеми чуть чуть перед ним бисер метать разве это не создает в том числе и у сторонников кремля ощущение нестабильности что нет какого-то четко спланированного будущего нет конкретных целей которые мы идем и не от этого лидера которая все объяснит и все расскажет вот здесь вас как-то не кажется что вы явно не относитесь к сторонникам кремля и явно не относитесь да но по крайней на словах вы тогда следите за как это говорил раньше говорили следите за базаром мы уже там 23 года с лишним живем при владимире путине никакого образа будущего у нас у нас уже давно нету у нас по-моему один единственный раз было образа будущего когда путин обещал догнать португалию вот но так как не шмагла да и попытка сорвалась то в общем все остальные разговоры про будущее они куда-то исчезли вот поэтому то что у путина нет видения будущего но это уже езжу по моему понятно но вот такая электоральная база электоральная опора путина его ядерный электорат ему в общем-то и не нужен потому что как не было ничего хорошего в жизни ну и ничего начинать рассказывать о том что мы же помню что в восьмидесятом году нас должен быть коммунизм двухтысячному году мы должны лишь и решить там продовольственную программу или жилищную программу что такое должны решить поэтому мне кажется что российские избиратели там рядовой россиянин среднестатистические россиянин ядин все равно там есть у путина видение будущего нет ему до получки до получки дожить да и вот это есть его все видение будущего а в отношении того что там не видно человека который там все проблемы решает кушатич не видно да вон виду он так он и решает проблемы на телевизоре вы смотрите телевизор есть единственный человек который решает проблему но иногда там появляется не знаю какой мишустин да и там ищи я даже не знаю кто еще там шаг вы иногда для под танцовки что ну вот там раз в месяц они тоже решают какую-то проблему этот человек как раб на галерах уже двадцать четвертый год трудится и все трудится Об избирателях, о сторонниках. Среди сторонников президента, согласно недавнему проведенному опросу, примерно каждый третий считает, что России пора переходить к мирным переговорам с Украиной. И в этом же исследовании 21% опрошенных сказали, что постарались бы отменить решение о начале специальной военной операции, так называемой, если бы была возможность вернуться в прошлое. О чем нам говорят эти цифры? — На самом деле они нам мало о чем говорят, потому что в любом такого рода социологическом исследовании важна не точка, а важна траектория, важна динамика. И здесь надо смотреть о том, а как, грубо говоря, на такие вопросы отвечали люди 2 месяца назад, 4 месяца назад. Потому что если смотреть опросы Левада-центра или опросы ФОМА, Фонда общественного мнения, которые задавали такие же вопросы, то там очень хорошо видно, что число сторонников мирных переговоров растет. Во всех категориях являешься ты противником Путина, сторонником Путина. Опять нельзя сказать, что категорически, но оно растет. Поэтому в этой новости, честно говоря, удивительного мало. А вот вторая часть, сколько там сторонников за то, что 23% не стали бы начинать эту специальную военную операцию. То вот здесь, на самом деле, это очень интересная цифра, потому что буквально я на выходных пытался найти хорошие статьи аналитические про Америка времен Вьетнамской войны с социологическими опросами. Как американское население относилось вот к войне. И там как раз вот один из ключевых вопросов, который задавался последовательно на протяжении всего этого времени, был о том, а вот вы бы сейчас бы, вы считаете ли вы правильным решение о начале войны. И вот там даже в самой начальной точке, соответственно, 64-й год число людей, которые считали, что неправильно было начинать войну, оно было выше. Оно было там порядка 35% и потом последовательно росло вверх. Да, и там две такие пересекающиеся прямые. То есть получается, что вот россияне более спокойно смотрят на войну, не понимая ее цены. Ну, наверное, действительно там... Но так времени пока еще мало прошло. Ну, может быть, времени пока еще мало прошло. Может быть, там гробов мало приехало в российские деревни и города. Все может быть. Может быть, еще молодежь не настолько испугана. Потому что опять, если возвращаться к теме социологических опросов, то меня, например, гораздо больше беспокоит или привлекает мое внимание не то, куда там посторонники Путина о чем думают. О чем думают молодежь? Потому что любые политические перемены в будущем, они должны быть направлены на интересы молодежи. То есть молодежь должна быть движущей силой. А когда я вижу, что среди молодых респондентов доля тех, кто не интересуется вообще, что там происходит в Украине, выше, чем доля людей среднего возраста или старших возрастов, то вот это тревожно. То есть молодежь, она в принципе более негативно относится к войне, то есть не поддерживает войну, но в принципе им неинтересно, что там происходит. То есть это означает, что вообще говоря, молодежь не понимает, что это им ехать на фронт. Что это их будут отлавливать в следующую волну мобилизации. Что это им будут вручать повестки, давать автомат и гнать под пули и снаряды, погибать в украинских степях. Вот. И это на самом деле гораздо более тревожно с точки зрения вообще состояния общественного мнения, состояния российского общества. То, что молодежь пытается игнорировать эту проблему. Ведь антивоенные протесты в Америке, их двигателем была молодежь. Мне просто кажется, что огромное количество этой самой молодежи просто из страны уехало. Лиз, мне кажется, что вы сильно преувеличиваете, когда мы говорим там цифры огромное количество. Ну, возможно. Здесь связано, наверное, с личным искажением, потому что очень много моих друзей уехало. У меня еще больше доли друзей, которые уехало. Их гораздо проще встретить в Европе, чем гипотетически приехав в Москву. Я понимаю, что их сейчас больше. Но в любом случае, после 24 февраля такая усредненная оценка от 400 до 500 тысяч. После мобилизации, ну, то же самое, от 300 до 500 тысяч. Похоже, что уехало. Но там же уезжали люди из старших возрастов. Да, и потому что под мобилизацию попадали от 20 и до 45. Хотя, на самом деле, отлавливали людей и в 59 лет. Поэтому, ну, это не только молодежь уезжала. Уезжали все. Я думаю, что и особенно в первую волну уезжали, ну, не люди 18-24. Когда я говорю вот эти молодые возраста, это в социологии 18-24. Да, это те, кого будут призывать в армию. Это те, кто вот там после учебы сразу имеет все шансы загреметь в качестве командира взвода. Или не знаю, кого там еще, да. И там рыть окупы. Вот. Поэтому так вот. Ну, вы так говорите, что молодежь не интересуется, не вникает. А старшее поколение разве вникает? Какое вообще соотношение? Есть данные? Старшее поколение следит. Да, то есть, там же мы же не проводим. Это не глубинные интервью такие, да, вот опросного вида. А просто люди следят или не следят. И на вопрос, внимательно ли вы следите за событиями в Украине, среди старших возрастов, в доле тех, кто говорит, что да, внимательно, она там в два-три раза больше. Другое дело, что они там больше следят за телевизионными каналами, за выступлениями генерала Коношенкова. Но, тем не менее, они следят за тем, что происходит. Да, вот. Поэтому так вот. Но в целом, я уже, по-моему, раз говорил об этих цифрах, то, что вот ответ, что мы внимательно следим, не означает, что у людей что-то оседает в памяти. Потому что она устроена избирательно. И, как это очень часто бывает, люди, вообще, независимо от там, про что мы сейчас говорим, про какую тему, они стараются, ну, как-то интуитивно, не знаю, там, подсознательно пытаются не вспоминать плохое. И когда в сентябре месяце Левада-центр проводил опрос, то только 10% россиян могли сказать, назвать Киевскую область как ту, куда входили российские войска. Да, то есть, вот, а вся эта Буча, Ирпень, Гастомель, о которых мы там говорили, не знаю, беспрерывно, там, неделями и месяцами, это же все и есть. Киевская область, это, там, 30 километров от Киева, это ближние пригороды Киева. Так вот, 10% россиян знают, назвали Киевскую область как ту, где были российские войска. Вот, более того, там, даже Донецкую и Луганскую область называли, там, 65-70%. То есть, 30% вообще не знали, там, да, мы, то есть, есть, да, Лиза, да, да, вот так вот, вот так вот россияне относятся, вот как это, где я вам возьму других писателей, товарищ Фадеев, работайте с теми, которые и есть. Вот, также, где же вам гвозди бы делать из этих людей? Не было бы в мире крепче гвоздей. Вот по поводу изменения данных, наблюдения за статистикой, у меня нет информации, как среди сторонников Путина менялось отношение, но вот сейчас у меня перед глазами график, мы на утреннем развороте его, кстати, обсуждали на этой неделе. 50% всего на данный момент считают, что так называемая спецоперация идет успешно, это снизилось довольно существенно, там было 60%, потом снижение, потом дошло до 62%, потом снова 50%, и рекордное количество людей считает, что нет, не успешно идет так называемая спецоперация, 33%. Цифра, на самом деле, не очень большая, но вот по этому графику видно, как она выросла. Ну, опять, видите, вот это говорит о том, что социология работает, и как бы мы не задавали вопрос, какой бы формулировки социологи не спрашивали, все равно большинство пока считает, что и война ведется правильно, и успешно все идет по плану, и что, возвращаясь к началу нашего разговора, во главе страны стоит человек, который может решить задачи, там, и неважно, знаем мы, конечно, что это за задачу он решает, мы ему верим. Да, и самое главное, что вот в хоккей не сыграет, это жалко, а дальше пусть делает, что хочет. Вот если бы он там каждый день играл в хоккей, я думаю, что и жизнь была бы у россиян полегче, у него бы на все остальное силы времени не оставалось. Вы уже говорили про облавы, давайте подробнее это обсудим, почему в Москве так участились облавы на призывников, зачем нужны призывники? Ну, потому что рабский труд, эффективность рабского труда, она для российских чиновников исключительно высока. Ты получаешь бесплатных работников, ну, и из своего кармана не плачешь ничего. Ну, это такая бытовая, что называется, история, давно понятная. У Министерства обороны есть некий свой план, свое понимание, сколько призывников должно быть, там 130, по-моему, с чем-то тысяч, вот сейчас должны были призываться. И, видимо, в Москве найти призывников не очень легко, потому что, несмотря на приказ Путина и то, что Мишустин сказал, есть товарищ верховный главнокомандующий, мы сейчас военкоматы быстро все оцифруем и все, весь воинский учет наладим. Видимо, с воинским учетом все что-то не очень хорошо. Тем более, что молодежь, она, ну, видимо, все-таки подсознательно побаивается мобилизации, предпочитает не появляться по месту жительства, ну, и вообще как-то избегать общения с представителями Министерства обороны. Вот, и, соответственно, облава нужна для того, чтобы отловить хоть кого-нибудь, да, кого можно записать в призывники и сдать вот в качестве раба в российскую армию. Для чего нужна российская армия? Ну, с одной стороны, мы же понимаем, да, что эти солдаты первые полгода, ну, выполняют какие-то такие ритуальные функции, типа чистят картошку на кухне для старослужащих, несут караульную службу, там красят газоны, подметают парки, ну, в общем, на самом деле, если вот так посмотреть, то там 130 тысяч на огромную территорию Российской Федерации, ну, не бог весть сколько, да, там, если учесть, что российская армия, она там вся, по-моему, уже там около миллиона, ну, соответственно, 130 весенний призыв, 130 осенний призыв, 250, то есть три четверти это вот, что называется, вся остальная армия, которая не призывна, не призывной характер, кто-то там работает, да, кого-то, кто-то по контракту, ну, то есть, в общем-то, как сказать, на трех, как, на трех битых одного не битого дают, вот, поэтому рабочая сила нужна везде. А дальше, ну, Министерство обороны неизбежно, так, как это, 7 пишем, 8 на ум пошло, считает, что через полгода вот эта молодежь, которая там обтыкается, чему-то научится, ну, с ней уже можно будет подписывать контракт. И дальше начнут кадровики. Подписывают контракт или, может быть, принудительно отправляют? Нет, призывников принудительно, насколько я понимаю, сейчас уже не отправляют, но всеми способами, может быть, отправляют, опять, не будут, давайте, вот, по крайней мере, так, это не массовое явление, а вот то, что людей разными способами убеждают подписать контракт, угрозами, подкупом, не знаю, там, насилием, вот, соответственно, это массовое явление, да, и даже, вот, если предположить, что из этих 130 тысяч, ну, хотя бы 20%, да, это уже 25 тысяч, согласятся подписать контракт, то вот вам, собственно говоря, и есть там очередные 25 тысяч жертв, которых можно отправить на украинский фронт. Вот, поэтому у Министерства обороны, безусловно, вот эта вторая часть, я думаю, что она для нее более важная. Соответственно, если набрать сейчас не 130 тысяч, там, а 120 тысяч, то у вас там вот двух тысяч вы не досчитаетесь весной, не сможете их погнать в Донецкие степи. Поэтому вот такой вот корыстный, ну, уже даже не корыстный интерес, а служебный, да, вполне даже кровавый интерес. Хорошо, а мобилизации новой волны стоит ждать? Я думаю, что в ближайшее время нет, и здесь я, ну, как ни странно, солидарен в этой позиции с Владимиром Путиным. Мне кажется, что российская армия еще не успела переварить предыдущие 318 тысяч, которые отловили весной, или которые там, ну, под слезы и гармошки родственников, жен, сестер, матерей отправлялись с ящиками водки неизвестно куда. Вот, просто насколько, ну-ка, опять, по оценкам экспертов, по оценкам экспертов, на участках боевых действий находится примерно 200 тысяч российских военнослужащих. И где-то от третьей до четверти из них это вот те люди, которые пришли по мобилизации. Ну, то есть это получается где-то там 50-60 тысяч. Да, понятно, что их там должны время от времени менять, ротировать, кто-то погибает, кто-то там получает ранения, кто-то вообще выбывает. Но, тем не менее, вот перед, как это, переварить в военном смысле слова, да, сделать так, чтобы вот этих 300 тысяч уже не стало, но чтобы они все погибли, ну, или там отнеслись к безвозвратным потерям, то это, в общем, потери должны быть какими-то совершенно колоссальными. Вот, поэтому мне кажется, что никакой необходимости вот в том, чтобы там в январе или феврале объявлять новую волну мобилизации нету, потому что еще уже называется тот запас. Ведь условия мобилизации, они же очень жестокие, они даже жестче, чем, не знаю, там в рекрут, как это, рекрут чина, да, которая была там при Николае Первом, когда солдаты забревали на 25 лет. То при Владимире Путине мобилизованного берут и до конца военные операции. То есть это никто не знает, когда она закончится, да. То есть даже бессрочная служба, то, чего даже вот в самые тяжелые времена кровавого царского режима не было. Вот, поэтому мне кажется, что... Ну, а дальше опять мы возвращаемся к чуть-чуть предыдущей теме, там две минуты назад мы об этом говорили. Ведь порядок же в инкоматах еще не навели. И там же еще все равно базы данных не существует. И кого ловить, где ловить, когда ловить. А им есть разница, кого и где ловить. Вышел на улицу, кого поймал, того и забрал. А кто ловить-то будет, Лиза? Лиза, ловить некому. Ну, кто сейчас ловит? Вот те же самые будут ловить. Ну, вот смотрите, мой прогноз, да, вот, как сказать, это не значит, что я вижу будущее, да. И я могу ошибаться, к чему я отношусь достаточно спокойно, потому что эта вещь, ну, совершенно непредсказуемая. В моем понимании, раньше, чем через год, то есть осенью, в сентябре, там, следующего года, 23-го года, разговоры о мобилизации в российской армии не пойдут, если только, да, масштабы войны в Украине резко не увеличатся. Если вдруг Путин весной не вспомнит, что нужно опять, или можно наступать с севера через Беларусь, если еще раз пройти через Чернобыль, да, или еще откуда-то. То есть, если не будет развернуто новых направлений военных действий, но новых фронтов, то вот на том достаточно узко сконцентрированном участке, я думаю, что мобилизация для российской армии сейчас не нужна. Если ее проводить, то она снова покажет, что российская армия находится не только не в боеспособном состоянии, но и организационно там еще хуже что-то стало. Мне кажется, вы один из тех немногих людей, кто занимает такую позицию сейчас, я имею в виду не сторонний по Владимиру Путина, а вариант, что через год, вот тот самый срок, все закончится, вы в принципе не рассматриваете, либо будет то же самое, либо станет еще жрёще. Я не понимаю, каким образом все может закончиться, потому что окончание войны или окончание горячей фазы войны, скажем так, перемирия, как, например, закончилась Первая мировая война или как закончилась Корейская война, да, это же означает, что две страны, представители двух правительств, должны подписать некое соглашение между собой, ну или как минимум представители Министерства обороны. И тогда замораживание ситуации идет по принципу, где стоим, там стоим, где моя нога, то мое, а где твоя нога, то твое. И я очень хорошо понимаю, что украинские власти, украинское общество, украинская армия, которая является сейчас абсолютно самостоятельным политическим субъектом, на это не пойдут, да, поэтому закончится война через год или не закончится, мне кажется, есть единственный фактор, который на это может повлиять, и этот фактор точно не находится в руках Владимира Путина, он находится в руках президента Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Вот дадут Украине больше вооружений, дадут Украине танки Леопард, да, соответственно, ситуация на фронтах может резко измениться, будут давать оружие по чуть-чуть, чтобы вот только могли сопротивляться, ну, значит, Украина будет держать линию фронта, ну, спасибо, что дадут патриоты, которые будут сбивать российские ракеты и, возможно, легче пройдет зима, меньше тягот выпадет на долю украинского народа, вот, но патриот, это так же, как и джевелины, НЛО, это оружие защиты, это не оружие нападения, да, поэтому для того, чтобы выиграть украинской армии нужно другое оружие и в достаточно больших количествах, и это, ну, тот находится в руках двух конкретно взятых людей. Вы говорили про обострение, а тем временем в Беларуси объявлена была внезапная проверка боеготовности войск, значит ли это, что Лукашенко собирается действительно встать на сторону Путина и, возможно, принять участие в конфликте? Лукашенко давно стоит на стороне Путина и предоставил своих... Лукашенко на двух столбах стоит, не в шапких, но стоит. Нет, нет, Лукашенко предоставил территорию своей страны для того, чтобы российские войска в феврале напали на Украину. Лукашенко предоставил военные базы, аэродромы на территории Беларуси для того, чтобы российские самолеты взлетали и запускали ракеты по Украине. Беларусь является полноценным участником войны, ну, ну, разве что не отправляет своих солдат, да, а в принципе, вот, сейчас, сейчас, я подойду к этому, вот, но при этом не нужно забывать, что, ну, наверное, я сейчас, давайте, по-моему, в ноябре прошлого года, да, был подписан вот этот вот пакет соглашений по углубленной интеграции с Белоруссией, про который, на самом деле, просмотрите, про эту тему уже вообще все забыли, да, вот, вся эта углубленная интеграция, которая с таким вот пафосом преподносилась, уже никто про нее не говорит, потому что понимают, что никакой интеграции, никому, куда, с кем интегрироваться, в чью сторону, вот, но в этом интеграционном пакете было очень важное военное соглашение между двумя министерствами обороны, и все тогда сосредоточили внимание на том, что Россия, Российская армия получила, там, в аренду, вот, два пункта, один связи, другой ПБО, связи для военно-морского флота и систему радиоаккупационную станцию, вот, а на самом деле, после того соглашения Российская армия разместила достаточно большой военный контингент на территории Белоруссии, можно говорить о том, что Белоруссия находится, вот, хотите, называйте это военная оккупация, хотите, режим Лукашенко получил в свою поддержку штыки Российской армии, но, в общем, то, что у Белоруссии есть, не знаю, там, 15 тысяч военнослужащих, которые теоретически могут пойти воевать, ну, я не думаю, что, конечно, Шойгу отказался бы от этих 15 тысяч лишних штыков, боюсь только, что та цена, тот ценник, который Лукашенко назначает за их использование, настолько высок, что Путин предпочитает от этого отказаться, слишком дорогая услуга получается, в конце концов, гораздо проще объявить мобилизацию, да, там, взяли 300 тысяч, ну, это 20 раз то, что есть там, 21 раз то, что есть у Лукашенко, и решили проблему, да, поэтому, мне кажется, что такой особой надобности в использовании Белорусской армии у российских военных нет, а то, что можно использовать Белорусскую территорию, это для них достаточно. А сейчас, да, все эти военные тревоги и вот эти учения, ну, смотрите, если вы следите за информационными лентами, или вот как у меня на телефоне стоит постоянно Киев цифровое объявление о военных, о воздушных тревогах, то там постоянно воздушная тревога объявляется, когда в Беларуси взлетают российские военные самолеты МиГ-31, которые могут нести ракеты, кинжалы, которые могут запускать их по территории Украины, и подлетное время, как любит говорить Владимир Владимирович, осуществляется минутами, да, вот, и, соответственно, вот это и есть возможность держать напряжение и украинские, украинскую систему ПВО, и держать достаточно большой контингент украинской армии в районе Белорусской границы для отражения возможной агрессии, а тревоги проводятся для, ну, учения проводятся для того, чтобы лишний раз потратить украинские ресурсы, там, эмоциональные, воевые, финансовые, материальные и так далее, потому что на каждое учение белорусские или на каждое объявление тревоги в Белоруссии или на каждый взлет самолетов украинская армия должна так или иначе реагировать, соответственно, вот это и есть один из инструментов гибридной войны. То есть просто давление? Просто давление. Эмоциональное, психологическое давление, конечно. А публикация затаянется о том, что Соединенные Штаты больше не возражают против того, чтобы Россия наносила удары по территории, Украина наносила удары по территории России. Это тоже своего рода давление? Да, конечно. Да, конечно, потому что вот линия, красная линия в отношениях Москвы и Вашингтона, она же до конца так и не прочерчена, и что может и что не может делать Украина, вот Путин же постоянно заявляет о том, что Украина не самостоятельное государство, что там Вашингтон своими марионетками управляет, а Украина уже несколько раз показала, что решения о многих военных операциях или военных акциях принимаются украинским руководством без согласования с Вашингтоном, а иногда даже и вопреки тем советам, которые получают украинские военные от американских военных, считая, что они лучше разбираются в ситуации. И вот, по крайней мере, официальная позиция, если мы возьмем заявление американских чиновников, условно говоря, каком-нибудь мая-июня, то вот услышать разговор о том, что Украина может наносить удары по российской территории, ну нет, ну как, ну там невозможно, война на территорию России никогда не... Нет, ну вот ни за что. Но постепенно все видят, да, что когда Россия переходит к самым жестоким методам введения войны, когда жертвами российских ракет становятся мирные граждане, и неважно, убивают их ракеты или убивают их холода, то понятно, что ответные удары по российским базам, которые расположены в десятках, сотнях километрах от границы, являются адекватным ответом. И американские политики вынуждены это признавать, потому что если они будут, что называется, держать Владимиру Зеленскому руки или будут, не знаю, каким-то образом сдерживать Валерия Залужного, украинского главнокомандующего, говоря, что вот ни за что и никогда, да, если еще один раз ударишь по российской территории, то мы тебе не поставим очередные хаймарсы или снаряды для галубиц, но я думаю, что эта тема очень быстро выльется на те же самые страницы газет, и общественное давление и политическое давление на администрацию станет запредельным. Поддержка Украины, военная поддержка Украины, это не тот вопрос, где между республиканцами и демократами есть какая-то линия водораздела. Все очень хорошо понимают, что Украина сражается с той страной, которая сегодня, с армией той страны, которую сегодня Вашингтон официально признает наибольшей угрозой для себя, угрозой для Америки, потому что страна под названием Россия готова применять оружие, любое оружие, нарушать, проводить агрессию в отношении любой страны, и это является угрозой для безопасности Соединенных Штатов Америки. Ну, подождите, ведь политики сами ничего пока не сказали на эту тему, или я, во всяком случае, этого не видела. Они не сказали, да, действительно, мы там не возражали, мы раньше возражали, это была на публикации издания. Ну, а почему политики должны обязательно все говорить сначала? Говорит New York Times, потом говорит Washington Post, The Times. Сначала The Times, потом New York Times, потом Washington Post, потом Guardian, потом Financial Times, А потом какой-нибудь неназванный чиновник, там, представитель Пентагона, а потом лишь пресс-секретарь Белого дома. Ну, то есть нужно же подготовить публику, нужно подготовить Кремль, да, с тем, чтобы они понимали вот это вот постепенное движение, да, вот эта вот красная линия, и линия давления, она будет постепенно смещаться. И мы хорошо понимаем вектор этого смещения, что Украина вправе защищать себя, нанося удары по территории России. Потому что, если российские бомбардировщики взлетают с авиабазы в Энгельсе, которая находится в 700 километрах от границы, а запускают ракеты из акватории Каспийского моря, которые находятся в тысячах километрах от украинской границы, или там 600, да, как с ними еще бороться? Ну, так, вот как можно, да, уничтожать, пока они стоят на земле. А Москва, в свою очередь, сказала, что нанесение ударов по российской территории может привести к эскалации конфликта, чтобы это не значило. А как думаете, есть ли у России какой-то тут рукаве, какое-то реальное оружие, которое может быть еще использовано против Украины, или остается только ядерное? Ну, мы не знаем всего арсенала российского Министерства обороны, но ядерное оружие, оно же тоже разного класса и разного уровня, да, бывает тактическое ядерное оружие. А, то есть, если чуть-чуть можно, да? Ну, да, да, начать по чуть-чуть, начать с тактического ядерного оружия. Просто, я опять, тема не совсем моя, я, наверное, могу сейчас какую-нибудь глупость сказать, да, но в моем понимании запустить баллистическую ракету с ядерной боеголовкой по территории Украины будет не очень легко. Ну, просто траектория полета будет сложная, да, и, в общем, можно использовать какие-нибудь, не знаю, ракеты средней дальности и так далее. Нет, конечно, у России есть еще более варварские методы ведения войны, и, судя по всему, у России имеют свои запасы и химического оружия, да, и там есть возможность удара не только по объектам энергетической инфраструктуры, но там мы же помним, как несколько недель назад шли разговоры о том, что Россия готова взорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы затопить, там, не знаю, там, все, что ниже плоти, ниже этого места, да, дома, людей, не обращая внимания на жертвы. То, что российские, то, что Путина и его генералов ничего не сдерживают, то, что у них нет никаких ни моральных ограничений, ни ненравственных ограничений, ни религиозных, ни библиотеки, ничего нету, вот, они готовы на все, да, и это нужно очень хорошо понимать, что это люди, которых ничто не сдерживает и ничто не ограничивает, ничего не ограничивает, как правильно сказать. То есть, ждем чего угодно? Да, к сожалению, да. А почему вы считаете, что в стране, которая фактически находится в режиме самодержавия, где есть один-единственный человек, который отвечает на все вопросы и принимает все решения, что его кто-то может сдержать, если он скажет, а ну-ка, быстро достали и начали. Вот он сказал 24 февраля, и все начали, и что-то мы не слышим, да, никаких генералов, которые там застрелились или там ушли в отставку, да, никаких рапортов, нет, все, и там, и министры, экономисты все на месте, ну, как-то вот, да, вот такая вот такая система выращена Путиным, поэтому, если у меня нет сомнений в том, что если он скажет применить там тактическое ядерное оружие, то это будет сделано достаточно быстро. О законопроектах еще немного хочу поговорить. В Госдоме во втором чтении приняли законопроект об ответственности за оскоренение георгиевской ленты. Даже звучит, на самом деле, смешно, учитывая историю этой георгиевской ленты. Почему Россия настолько трепетно начала относиться к этому символу, который, в общем-то, был изначально флешмобом, а не какой-то реальной вещью, ну, каким-то реальным, ну, настоящим, скажем так, историческим символом? Ну, потому что позитивных символов нету, Лиза, потому что, наверное, самое сильное оружие, которое можно придумать в стране, находясь внутри страны в отношении, то оружие, которое могут использовать противники режима против Путина и его подельников, это смех. Да, и вот на самом деле, если высмеивать георгиевскую ленточку, высмеивать автомобиль Аурус, высмеивать Путина на хоккейном поле и так далее, если делать это последовательно, талантливо и активно, то это наносит по режиму гораздо более сильный удар, чем вот попытки выйти всего дня, сегодня, да, там на акции протеста, когда на тебя тут же набрасываются 10 ОМОНовцев и сметая все на своем пути. Поэтому георгиевская ленточка для путинского режима, это один из символов, с которым они надеются, да, что это связывает Путина с Великой Победой, с маем 45-го, а еще дальше это связывает его с Царской империей, 1914-го, правда, забыв о том, что после 14-го года был 1917-й, даже не столько, не только революция, но и поражение в Первой мировой войне, Брестский мир, а до 1914-го был 1905-й, когда Россия проиграла русско-японскую войну, а до этого был 1856-й, когда была Крымская война и так далее. Вот, поэтому это некий символ, я не сомневаюсь, что на очереди уже кто-то пишет закон об осквернении буквы латинского алфавита Z. Ну, почему, тоже какой-то вот такой символ, да, и почему бы и нет. А почему у людей память-то такая короткая? Почему они не помнят, что это не что-то там священное, важное, неприкосновенное, а правда просто акция? Какой там, 10-летней давности? Ну, уже, наверное, 15-летней, но у людей... Да, 5-й, по-моему, год. Для того, чтобы об этом помнить, или это знать, или это узнать, нужно потратить какое-то время, какие-то силы, для этого должно быть интересно. А пропаганда, кремлевская пропаганда, телевизионная пропаганда, ну, она же очень талантлива, она делает все, чтобы люди не задавали ненужных вопросов, для того, чтобы люди жевали ту лапшу, которую они получают с экранов телевизоров. И если там георгиевская ленточка постоянно фигурирует на этих квасно-патриотических мероприятиях, то, в принципе, у людей не должно возникать вопроса, откуда вообще говоря эти символы. Ну, какая разница, откуда она взялась? Самое главное, что есть 9 мая с георгиевской ленточкой, и есть 24 февраля с георгиевской ленточкой. И между ними стоит Владимир Путин, который как раб на галерах прикован к этим двум датам. И пытается найти свое место в истории. Ну, точно так же, как, например, не очень большое количество людей знает то, что вот эта красноармейская буденовка это всего лишь эскиз Васнецова к костюму русских богатырей для какой-то там оперной, театральной постановки. Ну, вот был такой и все. А потом оказалось, что очень такая удобная шапка для своего времени и уши греет. Не, ну просто ладно, кому-то нужно узнавать. Ну, то есть я тогда была во втором классе, я понимаю, что мне там тогда это было неизвестно, и для меня это просто вот еще со школы такой символ. Это потом я уже узнала. Но люди, которые лет на 20, хотя бы меня старше, должны же помнить, как все начиналось. Лиз, я думаю, что люди, которые постарше вас лет на 20, они в 2005 году и не знали про то, что есть движение георгиевских ленточек. Ленточек, а когда оно стало таким вот повсеместно распространенным, но это был некий такой фан. И, в принципе, в то время, в 2005 году Россия еще не напала на Грузию, в 2005 году Россия еще не напала на Украину. И, в принципе, 2005 год, не надо забывать, это там 60 лет победы, когда в Москву приезжали руководители уважаемых государств. Вот как-то рассчиталось, что Россия действительно была одна из стран победительниц во Второй мировой войне. У нас были союзники. И, в принципе, в то время еще не было мюнхенской речи Путина. Почему люди были должны задавать такие сложные вопросы, что такое георгиевская ленточка, и тем более, почему так навязчиво путинская пропаганда ее использует. Люди не задают вопросы, они хотят получать ответы. А вот простые ответы, ясный ответ они получают из экрана телевизоров. В этом же есть талант пропаганды. Так что ты тратишь минимальное время для того, чтобы получить максимально возможное количество ответов на сложные вопросы. Еще две минуты у нас остается. Хотелось бы последнюю тему затронуть. Организация репортеров без границ сообщает о печальном рекорде. Число журналистов, которые в разных странах находятся под стражей, достигло в этом году 533 человек. И больше всего журналистов в заключении находятся в Китае. Как так получилось, что Россия до сих пор Китай не догнала? Ну, а вы знаете, что в Китае население страны в 10 раз больше? А, то есть только в этом проблема? Ну, я думаю, что и в этом тоже. Но я думаю, что еще одна составляющая, что если взять российское информационное пространство до 24 февраля, то степень свободы слова в России была гораздо выше, чем степень свободы слова в Китае. По крайней мере, в Китае представить себе радиостанцию «Эхо Москвы», которая могла критиковать идею великого председателя СИИ курс коммунистической партии, было просто невозможно. И в Китае, и тогда, и до 24 февраля, и после 24 февраля нельзя использовать поисковики Google. Существует огромное количество цензурных, и существовало, и до сих пор существует огромное количество цензурных ограничений, когда определенные поисковые слова, вы запускаете в страницу строку поиска, и вам ничего не выдают. Но попробуйте ввести председателя СИИ и тигру из Винни-Пуха, и все, и уткнетесь, хотя запустите в Google, и увидите, почему товарища СИИ называют тигрой. Вот, поэтому это неудивительно, Китай, как нормальная идеологическая диктатура, в отличие от путинской кровавой диктатуры, у которой нет никакой идеологии, она борется со свободой слова и с журналистами, тем более, что там большое количество журналистов китайских, которые сейчас находятся под преследованием, они имели какое-то отношение к Гонконгу, который до недавнего времени был фактически самостоятельным государством, с полной свободой слова, и постепенно вот это все перешло в то, что люди садятся в тюрьму и руководители, административные руководители Гонконга попадают в тюрьму. Поэтому то, что Китай борется со свободой слова не менее жестко, а может быть даже более жестко и кроваво, чем Путин, да, это так, поэтому первое место Китая в этом списке совсем даже не является удивительным. Я проведала только не тигры, а Винни-Пухов, но это уже так, лирическое отступление. Нам пора заканчивать, к сожалению, это была программа «Цена вопрос» с Сергеем Алексашенко. Эфир провела я, Лиза Заникина. Подписывайтесь, ставьте лайки, а нам уже пора освобождать студию для нового эфира. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое.